Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. 15 лет назад на встрече с предпринимателями была выдвинута идея создать организацию, объединяющую динамичные средние предприятия, средние компании. И её предложили назвать «Деловая Россия». Это было 16 октября 2001 года, а 17 октября состоялся и учредительный съезд. За эти полтора десятилетия вы доказали, что именно несырьевой бизнес – это важнейший ресурс устойчивого, долгосрочного развития отечественной экономики. Все вы, начиная буквально с нуля, с небольших производств, добились реального серьёзного движения вперёд. Сегодня на вашей компании уже нельзя назвать даже средними. Это эффективные, конкурентоспособные, зачастую уже и крупные предприятия. Только несколько показательных примеров. На компании «Деловой России» это почти миллион рабочих мест в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Более сотни миллиардов рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Растут и экспортные амбиции отечественного бизнеса. Предприятия «Деловой России» уже поставляют свою продукцию более чем в 120 стран мира. Но, безусловно, это не предел, потенциал гораздо выше. Убеждён, именно отечественные несырьевые компании смогут занять лидирующие позиции на рынках будущего, с которыми связывают на новые технологические уклады. Поэтому рассчитываю на успешные результаты в работе созданного по вашему предложению Агентства по технологическому развитию, а также на ваше участие в реализации национальной технологической инициативы. Собственные передовые разработки повысят конкурентоспособность наших компаний, а формирование цепочек добавленной стоимости укрепит партнёрские отношения отечественного бизнеса с зарубежными компаниями. Отмечу, что контакты по линии деловых кругов играют важную роль в расширении сотрудничества России с другими странами. И, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить «Деловую Россию» за значительный вклад в развитие так называемой бизнес-дипломатии. И ещё один важный момент, о котором тоже хотелось бы сказать особо. Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей. Вижу в этом возрождение исторических традиций и, конечно, значимый фактор общественного уважения, доверия к бизнесу, росту которого способствует и ваша благотворительность, ваши благотворительные проекты, реализации важных просветительских социальных инициатив. Уважаемые друзья и коллеги, отечественный бизнес доказал свою ответственность и патриотизм. Для многих из вас важны не только личные достижения, хотя, конечно, это очень важно, но важна и возможность работать в интересах России. Не случайно успешные состоявшиеся предприниматели стали движущей силой ключевых преобразований. Напомню, пять лет назад именно на съезде деловой России была запущена национальная предпринимательская инициатива. Вместе с другими деловыми объединениями, с агентством стратегических инициатив удалось снять многие административные барьеры, изменить законодательные и управленческие подходы. Кстати, и на федеральном, и на региональном уровне в управлении появляются всё больше людей, которые понимают, слышат запросы бизнеса, работают с ним напрямую. Просило бы органов власти и дальше расширять диалог взаимодействия с предпринимательским сообществом. В том числе это касается, конечно, и правоохранительных органов. Вы знаете, что на федеральном уровне мы создали рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательской деятельности. Рассчитываю также на эффективное партнёрство субъектов федерации и бизнеса по формированию благоприятной деловой среды на местах. Для решения этой задачи в каждом регионе создаются специальные проектные офисы. Предлагаю на ближайшем заседании Президиума Государственного Совета посмотреть, как строится взаимодействие региональных команд управленческих с бизнесом, какие дополнительные решения необходимы, чтобы обеспечить единое высокое качество деловой среды на всём пространстве страны. Дорогие друзья, наши встречи носят постоянный характер. В ходе открытого диалога нам удается расшить многие проблемы. Обратная связь с бизнес-сообществом позволяет максимально оперативно, эффективно принимать государственные решения. Важно, что у нас общее понимание национальных приоритетов и общий подход заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы. И хотел бы ещё раз повторить, это лучший ответ на любые внешние ограничения, безальтернативный путь к благосостоянию наших граждан. Сейчас нам удалось стабилизировать экономику, но цель, разумеется, у нас шире и больше – выйти на устойчивые темпы роста. Для этого нужно найти новые инструменты и усилить эффективность запускаемых мер поддержки. В этой связи предлагаю предметно обсудить, как гарантировать механизмы содействия экспорту, повысить доступность кредитных ресурсов, выстроить отношения частного бизнеса и государственных компаний. Особо подчеркну, сегодняшнюю встречу рассматривают и как важный этап подготовки послания президента к Федеральному собранию. Очень рассчитываю на ваши рекомендации и советы, уважаемые коллеги. Прежде чем мы перейдём к разговору, хотел бы, конечно, поздравить вас с праздником, с 15-летием деловой России. И искренне хочу пожелать вам успехов, успехов всему отечественному бизнесу. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за тёплые слова и высокую оценку российского бизнеса и деловой России. Действительно, за 15 лет мы объединили тысячи сильных, небезразличных предпринимателей, которые вложили и душу, и все свои силы для того, чтобы создать сильные российские предприятия. На пути были сложности. Какие-то барьеры сохраняются до сегодняшнего момента, но это не мешает нашим амбициям двигать российские компании вперёд, потому что мы верим, что сильная экономика России – это залог силы России, а мы свою страну очень любим. Владимир Владимирович, мы сегодня действительно хотим поговорить в первую очередь о успехах и перспективах, потому что это юбилейный съезд, формат праздничный, но не обойдём вниманием и трудностями, а также способами их преодоления. Возможности, причём для роста экономики, о котором Вы говорите, мы видим не только в устойчивом развитии самих компаний, компаний деловой России, но и в усилении кооперации, кооперации, взаимодействия между компаниями. Это вполне часто случается в бизнесе, что один плюс один – это не два, а три, а то и четыре. И, может быть, нам это и нужно. Это важно в этом смысле, кто продаёт, а кто покупает. Главное, кто бы ни продавал, кто бы ни покупал, чтобы на пользу России и чтобы налоги уплачены. Владимир Владимирович, часто препятствием для взаимодействия является не вполне достаток информации о компаниях, а также не слишком высокий уровень доверия между компаниями. Поэтому деловой России попытались создать такой портал взаимодействия между компаниями. Мы его так назвали по-смешному, по-мультяшному «облако доверия». И, тем не менее, это очень серьёзный проект для нас. Я хотел бы сейчас на нашем юбилейном съезде вам представить этот проект. Коллеги, прошу запустить интерактивную презентацию, и потом сразу из неё мы выйдем на вопросы и на конкретный диалог с предпринимателями. Спасибо. Продолжение следует... С помощью портала компании могут не только получить всю необходимую информацию о сервисах, которые представляет компания, но и понять, что о нас думают наши коллеги-предприниматели. Что делает система? Система анализирует информацию и предлагает варианты кооперации, кто с кем работает. Очень важный элемент. Аккумулировать вопросы и запросы бизнеса, в каком бы регионе он ни находился, это задача исполкома «Деловая Россия». И поэтому система предусматривает интерактивное общение со исполкомом. Предприниматели оставляют свой запрос, а исполком либо решает его самостоятельно, либо направляет в соответствующие органы исполнительной власти. С учётом того, что у нас сегодня присутствуют предстоящие члены правительства, главы субъектов Российской Федерации, я думаю, что, может быть, какие-то вопросы мы сможем решить прямо здесь, на месте. Судя по тому, что Алексей начал со своей компании «Эрфарм», мы всё-таки продаём, а не покупаем. Ну, тогда дважды два – это точно не меньше пяти. Цены будут меньше двух, а налоги больше пяти. Так будем стараться делать. Владимир Владимирович, знаете, девиз «Деловая Россия» с самого начала был «Страна живёт, когда работают заводы», а заводы не работают без станков. Поэтому предлагаю начинать именно со станкостроения, если вы не возражаете. Прошу. «Стан» – крупнейший отечественный станкостроительный кластер, объединяющий ведущие российские станкостроительные предприятия, располагает собственными специализированными конструкторскими подразделениями, технологическими инжиниринговыми центрами, центрами обучения и сервисными службами, позволяет реализовывать полный цикл создания и сервисного сопровождения станочных систем и комплексов. В состав компании входит шесть производственных площадок, созданных на базе крупнейших станкостроительных заводов. Сергей Нетраслев, прошу вас. Владимир Владимирович, добрый день. Коллеги. Владимир Владимирович, сегодня хотелось бы сказать, что один из самых важных действительно для наших производств заводов – это доступность к кредитным ресурсам. И мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что есть некоторые барьеры. Мы не говорим сегодня о кредитной ставке, которая, безусловно, определяется рынком, но некоторые барьеры, которые бы мы могли, может быть, вместе снять и тем самым обеспечить рост промышленности. Например, регулирование Центрального банка предусматривает использование залога только в случае его возможности реализации за 180 дней. А в промышленных предприятиях в качестве залога обычно это служит цеха, оборудование и многие другие вещи. И это к нам ко всем относится, а не только к станкостроению. Если нужен срок выше, то ЦБ ставит очень большой резерв. Фактически кредит тогда получается дорогим, и компании не могут его взять. Исходя из опыта предприятий «Деловой России», которые ведут производственную деятельность, мы предлагаем увеличить этот срок со 180 дней до 360 дней. Это позволит обеспечить больше оборотных кредитов предприятия. И второе, это я хотел бы сказать о планируемых изменениях, может быть, посоветовавшись, которые можно было бы остановить. Они нас волнуют. 254-е положение регламентирует порядок резервирования кредитов. И с 1 января 2017 года, если сумма уплаченных налогов и сборов за один год будет менее 10% от суммы кредита, то банк должен увеличить резерв вплоть до 100%. Так говорится в новации, которая размещена на стайте ЦБ сейчас. За какой срок перед выдачей кредита? За 4 срока отчетных, ну, 1 год, скажем, за срок год. А ведь у нас под такие критерии попадут новые производства, те, которые мы построили, гринфилды, и производства, которые используют специальный налоговый режим, который дали местные власти. А также попадет большинство компаний МСП. И еще высокотехнологические предприятия, где мало людей. В этой связи просим, если есть возможность, не вводить эту норму, а оставить, как есть сейчас. И вторая норма, которая тоже вызывает наши опасения, она касается резервирования под оборотные средства, выдаваемые на срок более года. Сейчас они без ограничений выдаются на тот срок, который нужно промышленному предприятию. Но с 1 января будет вводиться резерв вплоть тоже до 100%. А многие промышленные предприятия производят высокотехнологическую продукцию по длинному циклу. Например, некоторые станки строятся 2,5 года, и мы берем один раз на 2,5 года оборотные средства. И мы нуждаемся в таком оборотном кредите, и не можем его возвращать каждый год. Поэтому просим также не вводить такую норму, поскольку она ухудшит и так сложное положение с кредитованиями на промышленных предприятиях, и может даже привести к остановке роста промышленной продукции. Спасибо большое. У нас, вот я вижу, Ира связана здесь, она может пояснить свою позицию. Как мы хорошо знаем, Центральный банк Российской Федерации работает в рамках действующего закона от ЦБ, и другие всяческие инстанции не имеют права вмешиваться в регулирование тех сфер деятельности, которые закреплены законом за Центральным банком. Но, тем не менее, мы регулярно встречаемся, обсуждаем текущие вопросы, и в ближайшее время тоже соберемся и поговорим. Поговорим, наверное, на эти темы. Что касается резервирования больше года повышенного, то, конечно, это, безусловно, ограничения. Это ограничения, насколько они обоснованными являются, это Центральный банк всегда готов будет пояснить, нужно это сейчас делать, не нужно. Это тоже в диалоге, наверное, мы поймём позицию регулятора. Но, безусловно, в условиях достаточно высоких ставок по кредитам это дополнительное ограничение, которое не пойдёт на пользу обеспечению решения, то есть задача, о которой я сказал, обеспечению темпов роста экономики. Хотя могут быть свои соображения у регулятора. Сейчас попробуем попросить Эльвира Суанова, чтобы она пояснила. Но вот что касается ещё один вопрос, это вопрос по... По... Вопросы, в принципе, подняты на третьей текущей ставке резервирования, 180 дней ликвидности. Значит, тоже маловато. Я здесь тоже, скорее всего, на вашей стороне, но, насколько я себе представляю, ЦБ и так рассматривает возможность увеличения этого срока. Насколько... Сейчас попросим Эльвиру, она тоже скажет. Сейчас и третий вопрос... Третье оборотные средства на срок более года. На срок более года. Да, да, да. Значит, и вот там... Нет, нет, нет. Это был вот первый вопрос. 10% от налоговых поступлений. Иначе попадает в другой разряд, более сложный. Но вы знаете, здесь ведь ЦБ, я так понимаю, о чём думает. Думает о кредитоспособности предприятия, которое кредит берёт. И если за предыдущие четыре квартала, по сути, за целый год, предприятие демонстрирует незначительное отчисление в налоговую систему, то возникает вопрос, а как оно работает, и состояние ли оно, это предприятие, своевременно вернуть кредит. Думаю, что с этим связана позиция ЦБ, и, честно говоря, я разделяю эти опасения. Нужно нам здесь быть повнимательнее и гарантировать нашу финансовую систему от пузырей, чтобы ничего подобного Фредди Мэй, или как эти компании называются в Штатах, когда их деятельность и недостаточное внимание регуляторов к их работе привела к известному ипотечному, а затем и финансовому кризису. В целом, я озабоченности ЦБ по этому направлению разделяю. Владимир Владимирович, пока я верю себя за это отвечать, я просто ещё хотел один момент акцентировать внимание. Во-первых, санация оздоровления финансового рынка, который делает ЦБ, нам заметна. И макроэкономическая стабильность, про которую вы говорили, это во многом результат деятельности ЦБ. Мы это хорошо понимаем. Другое дело, что давая льготы Гринфилдам, например, и вот компаниям малого бизнеса, они сюда не должны подпадать. Что касается Гринфилдов, у них кредитная история идеальная, она только начинается, поэтому здесь вполне можно делать исключение, так же, как и по некоторым другим предприятиям с особыми условиями регулирования. Пожалуйста. Спасибо. По первому вопросу мы действительно сейчас предусматриваем изменения в законодательстве, которые увеличат срок реализации залога со 180 до 270 дней, пока не до 360, но до 270 дней. На наш взгляд, это укладывается в процедуры, которые предусмотрены законодательством о реализации залога, и такой проект документа уже опубликован на сайте для обсуждения с банковским сообществом, и я думаю, что мы его в ближайшее время примем. Второе, то, что касается учета налоговых поступлений при определении риска кредитов. Владимир Владимирович абсолютно правильно сказал. Понимаете, если предприятия не платят, не оплачивают налоги или очень маленькую долю платят налогов, то, скорее всего, это фирма, не ведущая реальной деятельности, технические фирмы. Но также я согласна, что если компания, предприятия идут по проектному финансированию и льготы по налогам установлены для них законодательством, мы учтем этот момент. Вот эти исключения, которые нам позволяют точно определить, что это не фирма-однодневка, не техническая фирма, а реально работающая фирма, мы это учтем. По оборотным средствам мы внимательно посмотрим дополнительно. Год, конечно, это больше года, это часто инвестиционные кредиты, то, о чем вы говорили, это инвестиционные. Но еще раз готовы рассмотреть по оборотным средствам тему резервирования. Они не успеют развернуться подчасти, просто не успевают. Смотрим. Спасибо большое. Я думаю, что в прошлом году, вы помните, мы много говорили про экспорт, нам уже есть из-за этого, чем похвастаться. Я предлагаю нашим компаниям-экспортерам, Аргус-Спектр, подготовиться к следующему вопросу. Пошу вас. Аргус-Спектр – это 69 тысяч выпускаемых приборов в месяц, более 100 патентов, более 100 тысяч оснащенных объектов в России и за рубежом. Совместно с другими высокотехнологичными компаниями, Аргус-Спектр реализовала масштабный проект по оснащению пожарных частей современными противопожарными технологиями в 900 городах России. По результатам проекта количество пострадавших от пожара в этих городах сократилось в 14 раз. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Левчук Михаил. И вот в ролике было сказано две ключевые вещи. В 14 раз и Биг Бен нарисован. В 14 раз – это что получилось? После вашего поручения 2009 года компания, объединенная деловой Россией, выполнили без привлечения дополнительных госсредств оснащение пожарных частей специальной системой автоматического вызова пожарных бригад. И вот это результат. То есть это не про деньги, это про гордость. То есть мы гордимся проектами, которые выполнены внутри страны. Но в то же время понимаем, чтобы оставаться хозяевами здесь, мы должны выходить на экспорт. Мы должны глобально конкурировать и драться на международных соревнованиях. И здесь, конечно же, мы благодарны за ту работу и за ту поддержку, которую вы оказываете, за системную работу со стороны правительства. Минпрома и Минэкс делали очень много сейчас. Но остаются какие-то вопросы, которые нам понятны, рудиментарные вопросы. В конце концов, мы уже 10 лет работаем на европейском рынке и оснастили в прошлом году Биг Бен. То есть здание парламента оснащено русской электроникой. Над головами лордов и пэров висит русская электроника. И мы на кончиках пальцев понимаем эту проблематику. Одна из проблем, которые можно было бы означит, называется валютный контроль. Общепризнанная практика – это когда мы предоставляем отсрочку по платежу. И бывает так, что клиент наш зарубежный нарушает эти условия оплаты. На нашем рынке это 30-60 дней бывает такое, что он не платит или платит не вовремя. В этот момент мы попадаем в неравные условия с нашими конкурентами за рубежом. Они страдают только от того, что он нарушил, а мы страдаем от того, что он нам деньги не заплатил, а нас еще и оштрафовали за то, что мы вовремя не вернули валютную выручку в страну. Возможно, это какой-то рудимент. Ведь обязательства по продаже валютной выручки в стране отменили. Есть общее направление по поддержке несырьевого высокотехнологичного экспорта. Может быть, мы вас просим, возможно рассмотреть возможность об изменении этой нормы так, чтобы для несырьевых высокотехнологичных экспортеров вот эти штрафы были изменены каким-то образом, или этот контроль за нами был каким-то образом изменен. Спасибо большое. Здесь, по большому счету, я не вижу разницы между сырьевой экономикой, но возврат есть возврат. Мы с вами понимаем, что вот эта норма введена и действует для того, чтобы обеспечить интересы государства по поступлению в казну соответствующих средств от экспорта. И также знаем, что, к сожалению, здесь многое злоупотребление, когда совершаются сделки, по сути, весь смысл которых заключается в выводе капитала. Ничего к нам не приходит, либо мы ничего не продаём. Движение денег происходит под видом этих якобы ложных контрактов. Поэтому у меня прямо сейчас с голоса ответа окончательного нет, но я согласен, вот вы словечко употребили правильное. Какие-то рудименты, которые сегодня совершенно очевидно вступают в противоречие с действующей практикой и с жизнью, она у нас быстро меняется, тем более, что у нас на рынках мы раньше со своими высокотехнологичными продуктами фактически-то и не выходили. Но если не считать только то, что производилось в ОПК, а сейчас у нас IT-технологии развиваются и многое другое, что уже, безусловно, может быть предметом нашей гордости, надо посмотреть. Эти рудименты точно убирают. Спасибо, большое спасибо. Но вот коллеги у нас здесь из правительства, будем считать, что мы договорились, давайте вместе поработаем с представителями бизнеса и внимательно, очень внимательно с контролирующими органами посмотрим, что нужно сделать. Я не исключаю, что вы правы, и действительно, наша цель – это всё-таки максимальные условия создавать для бизнеса в его работе, в том числе и на экспортном направлении. Одно из ключевых наших направлений – работа совместная. Обязательно посмотрим. Спасибо большое. Являются сроки оплаты в честь 44-го ФЗ, в честь госзаказа, ну и, конечно, закупки госкомпаний. Здесь большие, на самом деле, подвижки произошли для компаний малых, ну и вообще для МСП с появлением корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Они нам не только помогают с кредитами, они только уже несколько миллиардов дали компаниям деловой России, но и открывают доступ к госкомпаниям. Ну, мы здесь не все МСП, здесь есть большие коллективы, миллионы рабочих мест, по моим предприятиям, что называется, не всегда рассуешь. Поэтому прошу следующий ролик. Александр Холдин. Успешно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями электроэнергетического оборудования. Добрый день, Владимир Владимирович. Наша компания работает с тремя типами заказчиков. Это частные компании, это государство, работающее в рамках 44-го закона и госкомпании, работающие в рамках 223-го закона. С частными компаниями у нас все получается и мы держимся на плаву только благодаря этому. С госзаказчиками есть проблемы. И если для малого бизнеса установлен 30-дневный срок оплаты, то для всех остальных компаний этого срока нет. Поэтому я прошу распространить эту норму на все российские компании, участвующие в закупках. Также есть проблемы и с госкомпаниями. Они сами определяют правила приемки и сроки оплат. И часто, сделая работу, мы не можем очень долго, полгода, год получить почитающиеся нам средства. И нам бы хотелось, Владимир Владимирович, чтобы у компаний, работающих в рамках 223-го закона, чтобы появились стандартные типовые контракты, в которых жестко прописаны условия приемки и сроки оплаты. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. То, о чем Вы сказали, слава Богу, в целом работает, а именно закупка нашими крупными компаниями с госучастием товаров и услуг у мелкого и среднего бизнеса в объеме 10% от общего количества их контрактов, в стоимостном выражении. Есть и планы, в ближайшее время мы их реализуем, увеличим этот объем с 10 до 15%. Если действует эта норма не так эффективно, как бы нам хотелось в части своевременной оплаты, то я полностью Ваши опасения, Ваши озабоченности разделяю. У нас же действует закон в сфере торговли и взаимоотношений между сетями и сельхозпроизводителями, где четкий совершенно срок обозначен возврата денег за полученный товар на реализацию. По малым предприятиям, там, по-моему, в 44-м ФЗ 30 суток предусмотрен. Но если Вы говорите о том, что у крупных, средних предприятий возникают проблемы, то она должна быть устранена. И прошу правительства предусмотреть соответствующие изменения в действующее законодательство с тем, чтобы таких проблем не возникало. Доработаем обязательно. Спасибо большое. Здесь еще важно не только норму установить, хотя я уверен, что это очень многих касается, но еще и проконтролировать ответственность за исполнение этой нормы, потому что коллеги из малого бизнеса часто жалуются, что норма есть, а не работает. Ну, значит, нужно тогда подумать и о этой ответственности, которая должна возникать в случае неисполнения этой нормы. Мы вместе с Вами подумаем и примем решение соответствующее. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, один из самых успешных секторов российской экономики. Владимир Владимирович, извините, пожалуйста, и, конечно, крупные компании работают и выполняют в целом эти установки. Я думаю, что Вы сейчас сами сказали, мы значительно с тем, благодаря этим заказам мы и существуем. И объем средств, которые получают малый и средний бизнес от наших крупных компаний, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но он уже очень большой, это реальная поддержка малому и среднему бизнесу. По сути, это источник внутреннего роста экономики, обеспечения темпов роста. Мы обязательно будем это продолжать и будем совершенствовать эти механизмы. И, безусловно, они выполняют, и, слава Богу, что выполняют, но использовать свое доминирующее положение на рынке, конечно, недопустимо. Что будем, поработаем обязательно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Одна из самых успешных наших отраслей – это IT. Не случайно мы в прошлом году просили Вас поддержать те льготы, которые у нас были, потому что есть чем сектору похвастаться. Я предлагаю компании «Акронис» запустить ролик. Компания «Акронис» – разработчик программного обеспечения для корпоративных и домашних пользователей. Сегодня решение компании защищает данные более 5 миллионов пользователей и полумиллиона компаний в 145 странах мира. Среди клиентов «Акронис» – компании «Джапан Финанс Корпорейшн», «Дойчебанк», «Файзер», «Почта России», «Газпромбанк». «Акронис» активно сотрудничает с ведущими российскими вузами. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, меня зовут Станислав Протасов, и я бы хотел затронуть вот какой вопрос. Я немного волнуюсь, потому что я костюм с галстуком одевал два раза – на выпускной и на свадьбу. оба раза сильно повлияли на мою жизнь. Надеюсь, традиция сегодня не прервется. Информационные технологии – это та область человеческой деятельности, где основной капитал человеческий. У нас 80% расходов и 100% успеха – это программисты. И способность российских программистов создавать новые технологии и заменять зависимость от импортных технологий напрямую зависит от количества программистов в стране. Российское правительство и российское государство поддерживают нашу отрасль, предоставляя льготы по страховым взносам во внебюджетные фонды. И в результате количество программистов в России за последние примерно пять лет увеличилось в полтора раза. Ну, а качество и квалификация наших программистов признаны во всем мире. И экономически это имело смысл. Наша отрасль примерно за те же пять лет выросла в два раза. И в экспортном исчислении, в валютном, она тоже выросла практически в два раза. Я знаю, что в прошлом году на съезде деловой России вы поддержали идею продолжить эту поддержку. Хочу вас отдельно за это поблагодарить. Полностью с вами согласен, что поддержка нужна, но считаю, что важно, чтобы эта поддержка распространялась на всех российских программистов. Включая, например, такие компании, которые занимаются заказными разработками на экспорт или оказывают услуги по разработке информационных технологий. В общем, всех программистов, живущих и работающих в России. Спасибо. Тема очень приятная для нас всех и для правительства и для меня, потому что мы вместе с вами как раз вырабатывали вот эти решения, которые легли в основу бурного роста этого сектора экономики. И вы правы абсолютно. Мы внимательно тоже анализируем. Садитесь, пожалуйста. Мы внимательно анализируем всё, что в этой сфере происходит. И, конечно, намерены поддерживать тот темп роста, который демонстрируют ваши коллеги, вы и ваши коллеги. Вы сейчас правильно совершенно точно сказали. Объём бизнеса вырос в два раза – с 330 с лишним миллиардов до 500 с лишним миллиардов. То же самое касается уплаты налогов во все уровни налоговой системы. Тоже почти в два раза – с 28 с небольшим до 54 с лишним. Выпадающие при этом составили всего 15 миллиардов. Я хочу, чтобы Антон Германович услышал это и легко он посчитает, что если выросли поступления налоговые с 28 до 54 миллиардов, а потом вычтем эти 15 так называемых выпадающих, получится, что бюджетная система получила плюсом больше 10 миллиардов. Это при том, что мы дали вот эту льготу – 14 процентов на уплату страхового износа. Если бы не было этой льготы, не было и плюсом 10 миллиардов. Вот это очевидный совершенно факт. Далеко не всегда льготы являются обоснованными и дающими такой позитивный эффект, как в данном случае. Но мы видим, что в данном случае это так, как мы планировали, так и получилось. И поэтому правительство изучает возможность продления этих льгот до конца 2023 года. Надеюсь, что в ближайшее время мы внесем соответствующие изменения в налоговый кодекс. Что касается того, чтобы распространить эту льготу на те компании, которые работают в общей среде, занимаются услугами, продвижением продукта и так далее, наверное, и об этом можно подумать, но это уже нужно, чтобы правительство взвесило все за и против. Я считаю, что, наверное, это тоже возможно. Но речь, безусловно, должна идти только о тех компаниях, первое, и второе – о тех компаниях, которые занимаются именно этим видом деятельности, а не каким-либо другим подвидом того, о чём мы сейчас с вами говорим. Так что в самое ближайшее время, надеюсь, правительство закончит эту работу, и вы увидите результат. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Я просто тоже очень надеюсь, что все российские программисты, вот именно программисты, которые делают сервисы, которые работают на экспорт, они все продолжат, будут работать здесь, в России, будут делать нашу страну ещё конкурент. Мы только что вернулись из Индии. Я могу сказать, что индийские коллеги, которые славятся эти… Ужасно. Было жарко. Очень жарко. Плюс 34. Я вообще не понимаю, как там программисты работают. Ещё летают вот такие вот животные, которые… Да-да-да. Летающие собаки называются, или лисы там, не знаю. Мы называем это летучие мыши, но там мыши вот прям вот такие. Индия – большая страна. В общем, не отпустим наших программистов в Индию, чтобы они там с собаками всякими не встречались. Вы знаете, ну, они мирные на самом деле собачки, но ведь это не моё мнение, это мнение наших и ваших коллег, причём из, так сказать, представителей развитых экономик. Они вот чего говорят? Говорят, что когда нужно обратиться к специалистам для того, чтобы проводить такие крупномасштабные исчисления, мы с удовольствием обращаемся к коллегам в Индии, потому что там сектор развит и работает, он очень удачно. Это англоговорящая страна, и когда, допустим, в Штатах ночь наступает, в Индии филиалы их компаний работают. Кстати говоря, мы тоже можем это использовать, имея в виду, что у нас разница между Москвой и Владивостоком 7 часов. Но когда нужна глубокая такая содержательная работа, то мы стараемся найти специалистов в России, с чем я вас и поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, айсишники выдохнули с облегчением. Вроде бы пока угроза… О, туча прошла мимо, а теперь надо найти налоги, потому что потерять налоги – дело нехитрое, а найти сложнее. Глава ФНС не даст соврать. И есть у нас предложение и по этому поводу. Я прошу компанию «МВидео». МВидео – лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России. Одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. В 162 городах России работает 388 магазинов компании с общим числом работников более 15 тысяч человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Меня зовут Танкован Александр, и я хочу поднять вопрос, связанный с трансграничной торговлей. И хотя название вопроса и слово «торговля», на самом деле проблема лежит несколько в иной плоскости, а именно в равенстве между российскими и иностранными товаропроизводителями. Что такое трансграничная торговля? Когда российские потребители заказывают товары зарубежного производства на интернет-площадках, агрегаторах. При этом большинство товаров поставляется беспошлино покупателям через почтовое отправление. В чем заключается неравенство? Дело в том, что при производстве товаров на территории Российской Федерации в цену товаров входит НДС, пошлины, если есть, например, импортные комплектующие и другие расходы, так например, сертификация, обеспечение сервисного обслуживания и тому подобное. Это касается также и торговых компаний, у которых уже в цене заложено и НДС, и пошлины. При этом разница достигает по сравнению с беспошлиным ввозом 30-40%. Все это обеспечило последние годы бурный рост развития именно трансграничной торговли. Если в прошлом году трансграничная торговля занимала 29% от объема интернет-торговли в России, в этом году 35%, а наши прогнозы к 2020 году составят 77%. По сути, идет вытеснение беспошлиной торговли на территории Российской Федерации товарами российского производства с НДС. Какие последствия? Естественно, это будет, это идет понижение конкурентоспособности российских товаров, это идет снижение инвестиций, это идет снижение налоговых поступлений и снижение количества рабочих мест. С этой проблемой столкнулись и другие страны. В настоящее время и наше министерство тоже работает над этим вопросом. И основное направление, куда мы движемся, это введение НДС регистрации. То есть взимание налогов, прежде всего НДС, по месту формирования выручки и прибыли, то есть на территории, где проживает потребитель этих товаров, то есть в Российской Федерации. Данный подход используется и начинает использоваться в других странах. И похожего рода механизм с 1 января 2017 года будет введен для услуг, которые оказывают иностранные компании в электронном виде. То есть это очень похожая механика. Просим вас обязательно поручить, как бы активизировать этот вопрос. Потому что на самом деле, если эта тенденция продолжится, то наша оценка потерь бюджета, еще раз, от вытеснения торговли и производственного товара с НДС беспощадной торговли за 4 года составит 440 миллиардов рублей. Я вот правильную цифру говорю, 440 миллиардов рублей. При этом введение НДС регистрации – это более правильный путь, чем просто понижение пошлин. Потому что в этом случае НДС войдет в цену товара. И покупателям в России, российским покупателям, не придется на почте оплачивать дополнительно пошлины. А цены, несомненно, конкуренция их абсолютно выровняет и здесь мы не видим проблемы. Спасибо. Вы знаете, мы вчера только обсуждали эту тему, в том числе и с председателем правления Сбербанка, у которого на хорошее решение есть предложение по сотрудничеству с зарубежными и с российскими партнерами по этому направлению. Ну, давайте мы прямо попросим… Да, пожалуйста. Правительство занимается этим, мы обсуждаем этот вопрос и с нашими коллегами и партнерами в рамках Евразийского экономического союза, потому что эти вопросы подлежат согласованию в этой международной организации и выходим примерно на понимание того, как мы вместе должны действовать для того, чтобы и потерь не было, и для того, чтобы этот сектор развивался эффективно. Пожалуйста. Владимир Владимирович, коллеги, добрый день всем. Действительно, мы эту тему активно обсуждаем, и совсем недавно у меня на совещании как раз нюансы проговаривали. Здесь есть две стороны. Действительно, есть общий режим взимания таможенных платежей в рамках Евразийского союза, есть определенные договоренности, там есть изъятие для товаров личного пользования, по которому установлен сегодня порог тысячи долларов, сверх которого берется соответствующий платеж. Но мы видим, что эта система не работает с точки зрения равенства наших производителей и зарубежных производителей. по сути, у нас идет взрывной рост трансграничной торговли. Предложение, о котором говорят коллеги, ввести НДС-регистрацию, таким образом обеспечить уплату НДС теми платформами, интернет-платформами, через которые идет заказ и дальше поставка соответствующих товаров. В чем здесь нюансы? Первое – это таможня, как это будет администрироваться. Есть разные предложения, либо обязанности возложить на сами интернет-платформы, либо есть идея, связанная с почтой России, через которую идет подавляющее большинство поставок, чтобы она служила агентом по уплате соответствующих платежей. И мы сейчас поручили Минфин и налоговой службе, таможенной службе поработать, как это может администрироваться. Второй нюанс, как раз то, о чем вы сказали, нужно ли договариваться с партнерами. Если мы будем изменять только налоговый кодекс Российской Федерации, то, в принципе, можно и не договариваться. Хотя тогда возникает риск появления дыры, что все будет идти через наших коллег, а мы не будем видеть потоков. То есть лучше все равно договориться. У нас тысяча, а в Беларуси, по-моему, 400. Вот и все. И все будут там регистрироваться и работать. Да, есть, конечно. Но, с другой стороны, мы для того, чтобы начать работу, можем изменить свой закон, не согласовываясь с партнерами и хотя бы в пилотном режиме отработать соответствующие механизмы. Другой параллельный путь заключается в снижении порога, о котором мы говорили, но риск здесь в другом. Вот сегодня тысяча долларов платят буквально по всей стране несколько сотен соответствующих лиц, потому что не много таких покупок. Если порог будет ниже, платить должны будут миллионы, а система пока не работает платежей. Мы не смогли пока ее настроить так, чтобы удобно, легко, за одну минуту можно было все это уплачивать. И правительство против того, чтобы снижать порог до того, как мы выстроим нормальную работающую систему платежей по соответствующим посылкам. Поэтому попытаемся идти по пути НДС регистрации, как коллеги сказали, отработать нормативную базу до конца этого года. Будем смотреть, как заработает система платежей по услугам, которые уже заложены в налоговый кодекс. И надеемся ввести как можно быстрее НДС регистрацию уже по товарам. Спасибо. Чтобы выступление, Аркадий Иванович, было законченным, попросим его сказать, как можно быстрее, то когда. Почему? Потому что в начале года я еще просил правительство заняться. Как я сказал, по услугам у нас норма уже введена в налоговый кодекс. Это было сделано летом. И с 1 января за услуги, то есть за те услуги, которые отказывают интернет-платформы, они должны уже будут платить НДС. До конца этого года мы нормативную базу отработаем. И в весеннюю сессию сможем внести в Государственную Думу, параллельно посмотрев, как работает система по услугам. И уже обоснованно приняв соответствующие нормы. Вот такой план работы. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Давайте завершать. Последнюю. Ну что, Иван Иванович, у вас сегодня тяжелый график, поэтому мы последнему выступающему даем слово. У нас, как я говорил, компании «Деловой России» отсортированы по отраслевому принципу, но и по географическому. Поэтому предлагаю слово в Якутию передать. Флида Габасова. Прошу. Ролик. Компания «Айгуль» является одной из крупнейших розничных сетей на рынке продовольственной торговли Якутии. Сотрудничает более чем с 600 поставщиками по всей России. Общая площадь предприятия составляет более 55 тысяч квадратных метров. Объем поставок в ассортименте не менее 70 тысяч тонн ежегодно. Уважаемый Владимир Владимирович, это я, Флида Габасова из Якутии. У нас много магазинов, и мы с удовольствием реализуем товары местных производителей. Особым спросом пользуются продукции якутских рыбаков и фермеров. Но в таких холодных, суровой, длинной зиме нашим якутским рыбакам не так легко производить качественную и по приемлемости они продукцию. Мы с этим справляемся. Вопрос в другом. Вопрос, проблема в том, что когда продукты этих производителей идут на потребителя, идет двойное налогоблажение. Это идет следующим образом. Местные товаропроизводители в основном находятся на специальном налоговом режиме УСН и ЕСНК. Они не являются плательщиком налога НДС. А в процессе производства они покупают товары и услуги с НДС. Фермера – это трактора, удобрения, комбикорма. А рыбаки – это лодки, ГСМ, сети. И все это еще было приобретено. Но НДС был оплачен ГСМ. НДС был оплачен бюджету. Извините, пожалуйста. А когда готовые продукции попадают в сети, вот НДС тут прерывается. И сети законодательно добавляют НДС не только за свою торговую надбавку, а добавляют на полную продажную стоимость. НДС идет сразу в бюджет и повышается цена продукта. Владимир Владимирович, спасибо за налоги УСН, за ЕСНХ. Отличные налоги, прекрасно работают, очень надежно. Давайте еще добавим, чтобы производители сельхозпродукции и рыболовецкие продукции могли воспользоваться, могли являться платильщиком НДС, при этом сохранили все входящие НДС свои и могли остаться на УСН и на сельхозналоги. Понятно. Спасибо. Вот этот вопрос, так же как и предыдущий, многократно обсуждался и многократно поднимался для обсуждения. В том, что Вы сказали, вот в этих режимах регулирования, безусловно, там есть внутренние противоречия. Значит, с одной стороны, они пользуются, производители пользуются льготной системой налогообложения, там сельхозналог и так далее. Значит, а с другой стороны, Вы говорите, нужно бы им возможность дать НДС платить. Значит, вот здесь мы с Вами понимаем, что существует угроза выпадающих доходов из бюджетов регионов, прежде всего. И откровенно скажу, пока правительство не нашло выхода из этой ситуации. Хотя, конечно, нельзя забывать о том, что такое внутреннее противоречие существует, и нужно предпринять дополнительные усилия для того, чтобы из этой ситуации выйти. Пока ответ правительством не найден. Если вот сейчас Антон Германович скажет, что он в ходе нашей с Вами дискуссии что-то придумал, мы скажем им спасибо. Антон Григорьевич, придумали что имя? Спасибо, Владимир Владимирович. На самом деле здесь есть уже выход. Просто коллегам из села можно выбрать два режима. Либо простой совсем, который не требует введения сложного учета, книги покупок и продаж для того, чтобы НДС учитывать и облагаться через уплату единого сельхозналога. Либо тоже коллеги могут выбрать общий режим, но с сельхозналог. Да, потом в торговую сеть поступает, а с них торговая сеть, имея в виду, что иначе у нее будут определенные убытки, начинает накручивать, чтобы то, что она платит по НДС, к ним вернулось. Ну, чтобы были более, как сказать, они конкурентоспособными для продаж потом своих товаров в сеть, пускай переходят на общий режим налогообложения. Но для селян он все равно льготный, потому что установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Можно говорить еще и с субъектом Российской Федерации, чтобы льготы по регионально-местным налогам, так сказать, давали для селян. Вот такое решение может быть, но найдено по решению субъектов Российской Федерации. Поэтому если сельхозпредприятие работает с сетями, с большими торговыми сетями и выгодно, значит, использовать общий режим налогообложения с НДС, пожалуйста, обращайтесь, кстати, еще с субъектом Российской Федерации, они могут и льготу предоставить по регионально-местным налогам, тогда вообще, так сказать, будет очень комфортный режим. Поэтому выбор есть, пожалуйста, выбирайте. Но мы специально делали такой, так сказать, режим для единого сельхозналога, чтобы он был самый простой, не требовал сведения бухгалтерии, это, так сказать, было сделано специально для таких малых предприятий. – Это понятно, это всем известно и все благодарны за это, но говорят, что этого недостаточно, потому что наступает, имеется внутреннее противоречие. – Есть факт войного налогообложения. – Когда на общий режим переходите с нулевой ставкой по налогу на прибыль, льгота для селян… – С налогом на имущество, правильно, Влад? – Еще работайте, работайте с субъектами, чтобы можно было, значит, предоставить льготу по налогу на имущество. – Давайте, может быть, мы здесь посмотрим по поводу того, чтобы не просто отсылать их на региональный уровень, а проанализировать и вместе с коллегами из регионов выработать какие-то хотя бы методические рекомендации для начала. – Может быть, хотя бы пилот для заморозной Якутии? – Ну, такой пилотный проект… – Мы согласны быть с пилотным проектом. – Мы очень аккуратно всегда относимся к льготам, которые принимаются на федеральном уровне по региональным налогам. Мы всегда говорим о том, что… – Нет, мы не принимаем никаких льгот на федеральном уровне, которые касаются регионального. У нас запрещено это уже законом. Но отработать какие-то дополнительные инструменты поддержки с регионами можно, наверное, не навязывая им этих решений. – Конечно. Ну, поработайте с Якутией для начала. – Хорошо. – Владимир Владимирович, вы знаете, вот каждый ваш приход на Россию – это большой такой сигнал бизнесу. Занимайтесь правильным делом, никакие санкции нам не страшны, что бы они там ни придумали, мы всё равно не то, что прорвёмся, а заставим всех нам завидовать. Спасибо вам. – Сельхозтоваропроизводители говорят, что страшна отмена санкций. – Мы это тоже… – Не допустим. – Мы тоже это слышим. Я хочу пожелать вам успешной и приятной работы. Должен перейти к следующему этапу своего рабочего графика. А здесь оставлю за себя моих коллег из правительства Российской Федерации и… А, Эльвира, со мной тоже поедет, да, у нас с вещами будет. Будем обсуждать сейчас с Центральным банком ваши предложения. Всего самого доброго. Поздравляю вас с 15-летним. – Спасибо большое. – Спасибо. 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 Продолжение следует...